Не прошляпь свое лето. По таким лозунгам в этом году прошло костюмированное красочное шествие. Началось оно от площади Зимнего театра. На встречу лету отправились 30 ярких колонн, в которые встали около 3000 человек. Во главе мэр Сочи Анатолий Пахомов. Власти Сочи говорят добро пожаловать в Сочи и мы встречаем всех ваш в аэропорту, на вокзале и создаем замечательное лето. Мы гарантируем вам качество наших услуг и мы гарантируем безопасность в нашем городе. Участники карнавала – это все те, кто будет в течение трех летних месяцев организовывать отдых гостей. Представители отелей и пансионатов, туристических фирм, градообразующих предприятий, а также анимационные команды, детские театральные студии и танцевальные коллективы. Любое приключение должно с чего-либо начинаться, утверждал английский писатель Юэс Кэролл. Кстати, именно его сказка «Алиса в стране чудес» легла в основу карнавала. Ведущие праздника перевоплотились в красную даму и эксцентричного шляпника. Привет, Сочи! Привет, друзья! Участникам в этом году организаторы предложили взять пример как раз со шляпника Льюиса Кэролла и продемонстрировать на карнавале необычные головные уборы. За лучшие награды оценивала наряду участников компетентная жюри. Ну и, конечно, какой карнавал без зажигательных танцев. Также в этот праздничный день работали пять специально организованных арт-пространств. Там все желающие смогли пообщаться с участниками карнавала. После шествия гала-концерт на Южном Молу выступления коллективов можно было увидеть на всех экранах арт-пространства и площади Южного Мола. По традиции, после концерта жюри выбрало обладателей лучших костюмах и ждали награды и подарки. А завершилось карнавал лета праздничным фейерверком. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.